Дорогие друзья, итак, время Пейсаха это время чудес, великих, больших чудес. Это время, когда надо увидеть чудеса, почувствовать эти чудеса. Кое-что запаковано, так сказать, в природных рамках, а кто-то, как выход из Египта, выходит за эти рамки. Все, надо две вещи понять. Первое, что все от Бога, и второе, что от человека зависит только его усилие. А на самом деле, то, что Бога, то Бога. А я расскажу короткую историю, две, давайте, чтобы точно с этим разобраться. Первый вопрос, это то, что мы говорили. Нужно понимать, что, почему, говорится, не желай ближнего, там, чего дома ближнего твоего. Потому что любые желания такого рода возникают, когда если человек не осознает, что Бог, который вывел тебя из страны египетской. Все, выход из Египта научил нас главному, что все, что с нами происходит, все это чудеса, и нету никакого естественного хода событий на земле. Все вне рамок природы, все. Даже то, что вам кажется обычным. За каждым человек наблюдает Всевышний лично, и не может никто мизинцем коснуться того, что не принадлежит ему. А если коснется, ну, может такое быть, теоретически, да. Но тогда доходы эти уйдут на адвокатов, на еще на что-нибудь там. Рассказывают истории о Раве Аврааме Залмансе. Однажды он снимал комнату, куда-то ехал, да. И когда он вернулся на обед, хозяйка сказала ему, кошка съела ваше масло. А это была единственная его еда в дороге. Хлеб с маслом он держал, и все. Он не мог себе позволить большего. Холодильников тогда не было, там все понятно. Масло лежало на полке. И кошка прыгнула, и в окно съела масло. Этого не может быть, сказал Рав хозяйке. Как не может быть, вознемутилась там хозяйка. Я сама своими глазами видела, как это... Это ошибка. Кошка не могла съесть мое масло. Но я видела своими глазами, говорит хозяйка. И тогда Рав говорит, человек должен понимать, что он видит. Это если кошка съела масло, значит это ее масло. Мое масло она съесть просто теоретически не могла. Вот так надо подходить ко всем этим вопросам. Ну и история о том, что все от Бога, а в мире это упаковывается в какие-то такие, как казалось бы, так вроде понятные вещи. Как-то раз Балшемтов проходил через город, в котором был человек очень тяжело заболевший, и все врачи от него отказались. Но известие о прибытии Бешта распространилось быстро, и врач, укрепший больного, попросил знаменитого Рава-целителя посетить пациента, хотя считал, что вариантов очень мало. Зайдя к больному, Бешт в течение нескольких секунд на него смотрел, а потом говорит его жене, приготовь мужу куриный бульон. Врач говорит ему нельзя бульон при этой болезни. Бешт на него посмотрел, он замолчал. Бешт больной отхлебнул бульончик, смотрит, сразу оживился, заговорил. Бешт побыл с ним несколько часов, и после этого к человеку вернулись силы, и он сел на кровати, и уже можно считать, что он выздоровел. Когда Бешт собирался уходить, врач попросил уделить ему несколько минут. Он сел с ним и говорит, Ребе, этот человек был на пороге смерти. Я врач, я все понимаю. Я его не мог ничем как-то помочь абсолютно, и уж тем более его не мог исцелить куриный бульон. Как вам это удалось? И Большем так говорит, болезнь появляется в теле, но зарождается в духе. И вот вылечили тело, а я заглянул в душу. И если человек использует свое тело безбожно, если он безрассуден в своих деяниях, груб в словах, я знаю, нарушает, не делает миц никаких, ничего. Ну, короче, не тем путем идет, его дух страдает. Ему становится тяжело поддерживать тело как следует, человек заболевает. Именно это произошло с вашим пациентом. А я обратился к его душе, пробудил его уклониться от себелюбия этого. Я разбудил его душу, чуть-чуть ее подлечил, и душа согласилась. И тело обрело здоровье. А как же бульон, спрашивает доктор? Беж, что улыбнулся и ушел. Вот, кто понимает, тот понимает. Я думаю, что здесь многое понятно и многое ясно. В этом мире есть один хозяин, и хозяин этот Всевышний. В этом мире есть один закон, который он установил. А каждый, кому кажется, что Бога нет, что он произошел от обезьяны, и что он может делать все, что хочет, и что все безнаказанно, и что он самый умный, ну, к сожалению, может и бульончик не помочь. Брахава от Слаха всего самого-самого лучшего.